Скажи, вот во сколько лет к тебе начали проявлять внимание мальчики, ты помнишь? Знаешь, я всегда очень старше выглядела, чем есть. У нас есть даже фотография, вот есть детское фото твое. Вот. Сзади твоя одноклассница. Нет, это не одноклассница. Учительница? Да, учительница. Она была младше меня лет на 10. Вот во сколько началось заигрывание? В таком возрасте ничего такого не было, потому что я была маленькая. Я тебе скажу, что я такой вообще очень поздний, поздняя девочка, я бы так сказала. Ну, когда ты поцеловалась первый раз? Я не помню. У меня всегда все радиостанции и все шоу спрашивают, когда же ты поцеловалась первый раз. Честно, я не помню. Я могу сказать, что у меня достаточно поздно вообще появились серьезные отношения. Вот я пошла в институт и встретила там свою Вову, с которой я встречалась три года. А до этого у меня не было вообще таких отношений. Ну, то есть какие-то такие мимолетные. Все очень поздно у меня все происходит. Сейчас Вову можно узнать по искусственным локтям? Нет. Мы очень дружим с ним. Да? Ты дружишь с бывшими, со всеми? Я тебе могу сказать, он не просто бывший. Мы просто с ним попадали в такую серьезную аварию. Я попала с ним. Мы, честно говоря, еле выжили тогда. И я рассказывала ее уже неоднократно на всю страну. Поэтому мы с ним связаны немножечко другим. Большим. Да, большим. Поэтому мы очень с ним дружим. На самом деле он приходит делиться со мной своими какими-то там, ну, типа, с кем он встречается. Я дружу вообще с его девушками, со всеми. Так что, ну, вообще, да, чего нет? Мы цивилизованные люди. Почему нельзя дружить с тем, какая разница? Это было в прошлом. Наоборот, это очень круто. Это уже, можно сказать, лучший друг. Он же все знает, как никто, конечно. Намного больше, чем все остальные. Мхм. МММ. МММ. ММ. МММ. Субтитры подогнал «Симон»